Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Продолжаем знакомиться с релизной версией Humankind. Если вы пропустили начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала должны, в общем-то, всё видеть сразу. Ну, не сразу все серии, я им выкладываю так, как записывается. Я вам хотел ещё показать, я думаю, что это не создание аватара, а можно всё-таки показывать, ачивки. Какие ачивки можно будет получить. Но ачивки сами по себе ещё что-то награды будут давать. Всякие преимущества, убеждения, архетипы. Это, походу, можно будет использовать в дальнейшем. Пока не буду с этим разбираться. Давайте подождём 16 августа, так сказать, более конкретно посмотреть. Но ваши действия в играх вам будут давать определённые ачивки. Ну, теперь продолжим нашу партию. Да, пожалуйста, делайте клипы ещё к прохождению. Об этом не забывайте. Снизу, справа от видео есть кнопочка «Сделать клип». Там ссылка появится. Кидайте ссылку в комментарий. Вначале комментарии будут скрываться, потому что YouTube просто скрывает все комментарии со ссылками. Но я его вижу, опубликую, потом использую. Сделаем такое короткое прохождение. Ну и желательно, вот, всякие необычные штуки из «HumanKind» отмечайте в клипах. Чтобы вот, знаете, такое сжатое видео о нововведениях в «HumanKind», которые вот вам запомнились, чтобы это вот можно было и сделать. Всё, давайте продолжим. Ну что ж, какиболка обращена в нашу религию. У нас тут с нумибийцами. Ну, ну, нубийцами, господи. Нумийцами. Нельзя вообще нумибийцами, я хочу говорить постоянно. Не знаю, не могу сказать. Будем тут потом ещё с ними воевать. Но пока надо разбираться с гексосами. Они напали. Сейчас переходит к ним ответочка. У меня с Ритсуку уже этих звёзд скоро может быть. Кстати, что с экспансией? Пять из восьми. А сколько стоит присоединить к территории? Так, Кермия. 180. Давайте, наверное, Алиот присоединю к Кермия уже. Или я хотел, наоборот, Дубхи присоединить к Кермия, Акашуру Альбе. Я уже забыл. К сожалению. Нет, Дубхи я ходил к Кашуру точно, чтобы здесь порт сделать. Точно, точно. Так что Кермия давайте Алиот присоединим. Тут предел стабильности уменьшится. Но 31 как было, так и останется. Останет, вот видите, 65. То есть это пока нормально. Так, следующее присоединение будет уже 430 тут стоить, а тут тоже 430. Везде увеличилось. Ладно. Нет, слушайте, экспансию как-то сложновато. Звёзды экспансии получать просто потому, что это дорого. Я не знаю, как... Тут много культуры иметь вначале, чтобы присоединять. Ладно. Нападаем на Аварис. Ну, я думаю, нету смысла сидеть ждать. У меня тут один всего лишь юнит. Или два всё-таки. Так, битва вручную. Так, у нас стреляют они на сколько? На три. Я бы их вот тут в лесах разместил. Так, а конники? Ну и конников вот так, чтобы пройти не могли. Так, он у нас тут. Лучник. Ну мы, наверное, к нему сейчас прорвёмся. Этот не достреливает, зато до этого достреливает. И лучника мы конём завалим. Да, видите, мы не можем атаковать, потому что он в стенах находится. Ну ладно, просто постоим здесь. Ох ты, смотри, сверху решил меня. Блин, там ещё один. А вот это подстава. Так, ну, лучника добиваем. Теперь лучниками давайте этого мочить. Я, наверное, всё-таки выйду сюда. Или лучше нет. Ладно, давайте так продолжим. А этим конём я убегу назад. Не хочу терять. Ауч, больно. Так, ну мы должны вроде... Надо этого добить в стенах, понимаете? Так, теперь попробуем. Но этого должны тоже убить, по идее. Да ладно, выжил. Он лучника не убьёт. Фух. Так, звезда воинственности. Это уже... И сельское хозяйство. У нас одна звезда до следующей эпохи осталась. Но мы, наверное, не будем спешить с переходом. Так, у меня штраф по городам. За это я несу штраф 10 культуры вход. Но... То есть это уже город. Это уже город. Он у меня остаётся. Тоже надо заселять... Вокруг территории. Но тут надо как-то контролировать. Вот эти акации, они мирные. А тут вот лулубей не мирные. Не, надо заселять эти все территории потихоньку. Несомненно. Так, что мне с этими воинами делать? Знаете, наверное, зайду сюда лечиться буду. Не за деньги, а пускай так стоит. Давайте проверим... Ресы. Что-нибудь новое появилось? Краски появились. А что они дают? Плюс 5 производства. Купим. Слушайте, а что так много ресов у чёрного, интересно? А он там, смотрите, у него границы с синим соприкасаются. Может быть, он кого-то за вас ссалил? Как вы думаете? Так, а вот этих, наверное, сюда давайте... Поведём, поскачем. Нет у нас ещё каких-нибудь требований. Так, пока нет. Ну, то есть, когда вот дойдёт до сюда, я тогда смогу ему объявить войну, я так понимаю. Хотя я могу и предатель получить значок. Ладно. Пока сегодня там армии нету. В аварисе что мы будем строить? Так, тут у нас добыча соли. Идёт. Ну, наверное, да, это уникальный райончик. Райончик поставим вот в эту сторону. Могу ещё, кстати, к священному месту присоединиться. Вот эти все проекты, они могут несколькими городами строиться. Но я лучше кермой дострою уже. Что вообще, кстати, с религией? Идёт распространение. Но у меня, в принципе, пока соседей нету. Поэтому норм. Во, уже кто-то налог на богатство принял. Альмеки. Неужели зелёное уже так распространилось быстрее, да? А нет, это мекенцы. Мекенцы шаманства. Альмеков я не вижу, значит. У них вот религия лучше распространяется, чем у меня. Похоже на то. Ну, всегда больше последователей. То есть, первый догмат, видите, на 25 последователях. Изучены технологии, организация войска. Теперь у нас, во-первых, таран при осаде появляется. Во-вторых, можем использовать подкрепление. То есть, подводить вторые войска. Несколько армий. Эстетизм. Мне надо одну территорию как-то присоединить. Всё-таки получить... Главную звезду эпохи. В другой стране я уже могу следующую культуру брать. Но если мы берём следующую культуру, мы уже не сможем уникальные районы строить. Возможно... Так. Мекенцы шёлк покупают. Надо вообще проверять, мне кажется, каждый ход торговлю. Тут мы всё покупаем. А у этих просто ничего нет. Ну, вообще, да. У него как-то какой-то... Очень странная, конечно, карта сгенерирована. Смотрите, вот у мекенцев реально просто нету никаких ресов. То есть, вот в будущем будут какие-то стратегические, наверное. Но, в принципе... С ресурсами не очень. То есть, я не понимаю, вот это город или аванпост считается. Тут тоже написано город или аванпост. Я понимаю, что столица, но... Город или аванпост непонятно. Наследник царей? В нашей империи объявился грязный, оборванный бродяга, который утверждает, что является потомком одного из древних правителей города Аварис. То есть, Гексосун. Потеряв всякий стыд, при всём дворе он заявляет вам, что его народ заслуживает компенсации за тяжкие обиды, которые вы нанесли его предкам. Нифига себе. Впрочем, он готов отказаться от своих претензий, если вы исполните божественное пророчество и поставите его во главе города Аварис. Бродяга обещает, что в таком случае пророчество сулит городу богатство и процветание. Но если мы ему откажем, он грозится навлечь на нашу империю войну или голод. Как нам следует ему ответить? Во-первых, какие-то... Вы напали на нас? И были отомщ... Была мстя. Так, возместить ущерб. Накладываю статус стремительность на 7 отрядов. Интересно, почему возместить ущерб ускоряет перемещение? Ну, не то, чтобы мне было быстро перемещаться. Конечно, вера в пророчество навредит рациональному мышлению, но богатство есть богатство. Накладываю статус бережливость на Аварис. Плюс 5 денег, минус 2 науки. И высмеять подлеца. Плюс 10 стабильность. Ну, вообще, в Аварисе у нас стабильности выше крыши, прямо скажем, да? Знаете, я бы, наверное, на скорость... На скорость юнита взял. Потому что, ну и деньги с наукой... Науку не хочу убирать, деньги, в принципе, есть. Так что, давайте возместить ущерб. Так, в новую эпоху не будем переходить пока. Имперские исследования. Я... А что я открыл? Я, по-моему, порт открыл, да? Кстати, Демоникс спрашивал, как у нас тут... Ну, пока, вы видите, наука примерно одинаково идёт с эпохами. То есть, не совсем уже так сильно отстаю. Но тут, мне кажется, за счёт того, что много науки находим... Ну вот, то есть, видите, мы не можем вот эти техи открывать, пока не перейдём во вторую культуру. Но, в принципе, у нас ещё тут есть, что открыть. Рыбная лавка. Пентиконтр. Давайте, наверное, сначала письмо. Потом каменную кладку. Потом мореплавание. Собственно, вот... 7... Где-то 11... 10-11 ходов, и нам бы перейти в следующую эпоху, значит. Так, законов у нас тут. 78% напряжение. Это средний уровень стабильности во всех городах. То есть, складывается со всех городов. Ну, пока просто стоим, наверное. Здесь... Давайте тоже пока стоять, лечиться. Я думаю, пока не вылечиться, будем стоять здесь. Так. Тут мы добавляем... Шёлк. Потом строим ремесленный квартал. Так. Блин, я бы поставил везде вот эти уникальные районы. Чтобы можно было переключаться здесь. Сюда бы поставил. Вот следующим прямо. Чтобы он остался в строительстве. И всё, да, пока? А, не, в этом районе тоже могу. Ну, давайте... Где он тут могут... Вот отсюда могут идти, да? С другой стороны, надо ли мне столько? Ну, слушайте, он просто два влияния даёт, да? Ну, 10 укреплений округа. Только одну станцию. Эта станция, блин, переведена. Ну, станция, конечно, странный перевод. Ладно, пока так. Вот и первая культура античности. Вавилоняне стали греками. Из-за торговли получено. Сейчас я проверю, что да. Вот только греки. Кстати, это синий. То есть это вот там, который рядом с чёрным на нашем континенте. Окей. Города какие бы... Ну, это не город, это аванпост на самом деле. Да, вот эти поселения в аванпостах, когда вы присоединяете к городу, они к городу присоединяются тоже. То есть это увеличивает население. Так. Керма. Тоже построил бы уникальный район. Вот не знаю, я сейчас думаю, стоит ли мне так много этих уникальных районов делать. В любом случае. Так. А что у нас с портом? Порты тут какие-то крутые. Надо ставить. Давайте вот тут территорию откроем, может... Блин, а... А, тут так не пройти. Чёрт. Идти из-за территории, именно так вот оббегать это долго будет. Так, священное место. Поставлено. Плюс 20 веры, плюс 20 стабильности. Причём в керме это и так уже стояло. То есть тут сейчас в керме должно быть... Да, под сотню. Ну, оно будет увеличиваться постепенно, видите. Увеличивается на 5% каждый ход. 7 последователей. Угу. Блин, что же... В керме лучше... Это мне пока непонятно. Это вот новая дипломатическая фишка. Миккенцы имеют вот здесь особое интересное. Но что это значит? То есть имеет... Я так понимаю, может это означает, что они вот этот ресурс торгуют? Помните, было написано, что источник шёлка пошёл? Нам. Но... Смысл мне в этом... Так, стоит ли мне Стоунхендж строить? Плюс 5 стабильности. Ну, мне кажется, рановато ещё с чудесами. Тем более, он никуда не денется от нас. Так, это здание. Ну, вообще, надо бы. Я просто думаю, надо ли мне этот уникальный район. Плюс 5 пища. Здесь он вообще нигде не построен. Мне кажется, его достаточно одного. Тем более, эта территория... То есть, я понимаю, тут на Ашур и на Аварис могут нападать. Там имеет смысл их строить. А здесь... Давайте лучше... На еду. Пища от реки. Ну, тут есть... Нет, давайте вот эти всё по очереди две построим. А вот это что даёт? 5 производства за медь. А у меня сколько меди? Одно пока. А это промышленность за лес. И за лесистую местность. Тут нету леса вообще. Тут вот есть два. Ладно, давайте амбар пока доделаем. Тут я всё-таки один просто район вот, блин, построил. А дальше уже промышленную зону. Хотя тут и хлев я хотел. Слушайте, тут три лошади. Давайте хлев после этого. Так. Ну и в Аварисе я строю этот уникальный район. Просто, когда я приму другую культуру, у меня не будет возможности районы строить. Юниты останутся уникальные. Я не знаю, зачем так сделаю. Я не вижу здесь баланса, честно говоря. Ну то есть, почему бы не оставлять уникальные районы предыдущей культуры. Так, проверка, что не появилось в новой торговле. Тут нет. Тут нет. Мне надо, наверное, синего как-то найти. То есть, вот он. Вообще далековато туда идти. Так, альмейки. Блин, а кем они стали? Альмейки отказались от своих? Знаете, как это? Кликбайтный заголовок. Империя Альмейки перешла в новую эпоху и не отказалась от своих. То есть, они альмеками остались. Так тоже можно. В Аварисе растет население. О, убийцы изменили ко мне на подавленность. Ну, неудивительно. Так, тут экспертная политика. Давайте я вот поменяю, чтобы наука раньше шла. Дубхе. Так, подожди. Это... В этих я ничего не буду менять. Пока растем. Ну, в этих... В... В аванпостах. Только в городе буду менять. Так, воины вылечились. Так, интересно, а когда я им смогу просто войну? Не хватает военной поддержки. Ну, в общем-то, если плюс пять, то через три хода, да? Давайте подводить еще этих. Ну, хочется уже как-то нубийцев уничтожить и все. Чтобы не мешались. Единственное, меня отволнует, будет это город или просто территория. Мне нужно, чтобы была просто территория. Еще, мне интересно, новые аванпосты сколько стоят? Пятьдесят. Ну, я... У меня закон дешевле делает. Так что мне надо вот занимать эти территории. Потихоньку. Там уже аккад. Там лошади. Ну, наверное, надо вот эту занять. Смотрите, тут сколько резов. Так, кстати, в кокеболке я, наверное, могу лошадей обработать. Давайте так и сделаем. Видите, просто за культуру. В аванпостах это просто за культуру делается. В дубхе. Ну, тут, наверное, не буду с шелком спешить. Хотя плюс восемь... Это, кстати, обратите внимание, плюс восемь это не за один... Не знаю, может они зря так пишут. Но вот видите, тут написано стабильность плюс шестнадцать и промышленность плюс восемь. Это не за один ресурс. Эта игра уже складывает все ресурсы шелка, которые у меня есть. То есть у меня есть четыре. Видите, они дают плюс шестнадцать и плюс восемь. Если я этот добавлю, то это будет, ну, плюс два. Плюс два к производству и плюс четыре к стабильности. То есть это не от одного ресурса просто. Знаете, чтобы вас не смущали цифры потом. Не хочу пока за культуру это добавить. Я лучше аванпосты поставлю. Хотя вот тут тоже неплохое место. Самоцветы. Но надо вот это место точно и вот это занять. То есть как бы тут в сторону зеленого, чтобы он сюда не занимал ничего. А тут в сторону черного. Уже скоро будем контачить. Мрачные недра. Шахтеры и будущие шахтеры из города Керма, а также их семьи в ужасе. Они до сих пор искренне верят в старые мифы. Сказочных чудовищ из древних легенд. Среди них ходят слухи, что формирование охотничьей отряд было атаковано не простым медведем, а жутким монстром, который живет в шахте неподалеку от города. Многие шахтеры готовы перестать уходить в забой, если мы не вмешаемся. Как нам действовать в связи со слухами? Либо проигнорировать. Ну тогда ведь и принудительный труд минус стабильность. Расследовать. Статус лекарства. У нас со стабильностью там, по-моему, зашибись все. Либо патриотизм. Наземный отряд. Ну и отряда мы там не строим. Давайте проигнорируем. Хочу по прогрессу все-таки будем. Хотя... Социальная традиция. Так, а давайте глянем, на что это вообще влияет. Тут больше веры идет. А здесь больше науки. А здесь больше промышленности. Процент к промышленности. Давайте вот тогда стабильность. Попробуем. Вот тут. Давайте на расследование пойдем. То есть вот эти все результаты... Хотя здесь плюс производство был. Плюс 14 в керме. А сколько у нас тут вообще производство? То есть плюс 10% считайте. А стабильности у нас 100. Блин, ну не знаю. Наверное, тогда все-таки это... Давайте проигнорируем. 123, видите, стало. Было 108, стало 120, потому что там еще процент накладывается. Вот это вот все. Так, тут мы еду построили. Какое-то здание на еду. Что у нас с районами. Порт можно было бы построить. Так, фермерский район, мне кажется, не надо. Промышленный. Вот промышленный надо, потому что шелк как раз на промышленный действует. Ух ты, плюс 17. Давайте вот сюда. Три хода. Нету новых кризисов. Что-нибудь поторговать. Может, какой-нибудь договор. Что-то презрение. Может, без ограничений. За 150. Кстати, я приму. А, у него нет вообще стратегических ничего. Черт. Ладно, а у миккенсов тоже ничего нету. Так, ну пока... Пока союзы мы не можем заключать. Ладно. А, предложить союз. Почему? Есть. Пожди, это харапцам. Давайте зеленым предложим союз. У них доброжелательность. Отлично. И у нас теперь новые договоры здесь. Соглашение по культурному обмену. Улучшать отряды научные соглашения. Плюс 5 процентов. Давайте сначала с научного соглашения начнем. За 80 монет. Нормально. То есть, видите, через... Отчет 5 ходов написано. Хорошо. Вы можете потребовать репарацию. Чего это? Отвергнуто предложение договора. Нет, давайте не будем портить отношения с зеленым. Я хочу с ним в союзе быть, потому что черный реально сильнее. Фиг с ним, что он отказался. Так, ну и что у нас идет? Плюс 50 влияния. Ну, мы сейчас только науку, да, добавили себе. Просто 48 наука. Плюс 3 мы получили за это научное соглашение. Ну, маловато. 5 процентов всего. Так, письменность. Можем с законами. А просто снижает затраты на законы. Торговый квартал можем начать строить. Продовольствие, наверное. Ну, это все на торговой... Вот, скриптории в научных. На науку тоже есть кое-что. И звезда эпохи получили. Подожди, по науке... Ну, немножко все-таки странно. Тут за звезды, мне кажется, за баланс. То есть, смотрите, я вообще в науку особо не вкладывался. Получил 3 звезды. Хочу экспансию, но она реально сложна. При том, что я получаю звезды за культуру. То есть, по идее, экспансия за культуру, получается, происходит. Слушайте, а, кстати, а могу я вот эту штуку провернуть? Слушайте, это все-таки город, видимо. Не могу я провернуть штуку с аванпостом за экспансию? Давайте посмотрим, где мне игра предлагает. То есть, где белым будет, там я могу это сделать. Вообще, что-то везде красным. Ну, тут союз, понятно. Атака рака. Хм. То есть, я вот эту свою способность вообще, как экспансионистскую, не могу провернуть. Ладно. О, могу догму принять. Вторым буду принимать. Так, мудрость дает науку от стратегических ресурсов. Плюс 5. Это дает промышленность от леса. Отказ от пьянства. Скоренение праздности. Пищу от прибрежных вод и озер. Плюс 2. Опыт при создании отряда. Запрет на вороство влияния от горы. Ну, что-то мало. Так, а что взял Альмек? Прибавка к военной поддержке. Угу. Гармония с природой. Стабильность от реки. И деньги, источник драгоценных ресурсов. Ну, по-моему, у меня сможет только поиск мудрости работать, судя по всему. То есть наука от стратегических ресурсов. Давайте возьмем. Давайте глянем, сколько у меня добавится. Так, 62 сейчас, да? О, плюс 20. Зашибись. Неплохо. Так, а сколько, собственно... У меня осталось... Каменная кладка и мореплана. Четыре хода. Я вот через четыре хода перешел бы, наверное, в новую культуру. Так. Значит, я хочу вот эту территорию. Давайте вот этим поскачем. И вот эту территорию. Только сначала тут я хочу увидеть вообще... Где именно... Тут я вообще уже с черным буду соседствовать, видите? Поэтому я и хочу ее забрать. Блин, может, она уже надо ставить? Давайте включим... Ресы. О, тут аж два. Грамм я предлагаю тут ставить, но, естественно, нет, потому что... Тут ресурсы есть, просто их захватить. Так, десять четыре... Пять одиннадцать. Ну, по-моему, ванпосты всегда выгодно рядом с рекой ставить. Но тут в этой области вообще нету реки. Игра мне вообще никак не рекомендует, где лучше. Пятнадцать... Ну, наверное, я здесь поставлю. Блин, а с другой стороны еще можно подумать так, чтобы подальше от черного, если он будет нападать, чтобы ему сложнее было разграбить этот аванпост. Например... А, не знаю, почему-то хочется здесь ставить. Так, поставил этот райончик. Что у нас тут со зданием? Наверное, начнем... С хлева все-таки. Потому что это, считайте, плюс двадцать лошади... Плюс двадцать пищи. Так, сначала хлев. Или, блин, или, подождите, или гончарную мастерскую, чтобы влияние шло. Давайте с гончарной мастерской. Тем более, что один ход всего лишь. Так, эти ребята просто стоят пока. Так, там хлев строится. Тут промышленная каменная кладка. Открыли. Мастерская. Гора. Плюс один. Промышленность. Каменное поле. И скалистое поле. Неизвестная культура изменила отношение к нам. Интересно, как она изменила отношение, если она неизвестная. Что это такое? Так, через два хода будем менять культуру, видимо. Последний в своем роде. Из известного своим богатством и стабильностью города Керма поступают скандальные новости. Оказывается, что многие слуги в городском дворце подвергаются кастрации по приказу местного правителя. По его убеждению, евнухи отличаются искренней преданностью. Они выполняют при дворе самые разные функции. От придворных до певцов и стражников. Как нам поступить в этой ситуации? Либо не вмешиваться, либо наказать власти города, либо принять на службу. Изоляция в Ашшуре. Принудительный труд. Ну, я бы принудительный труд. Стабильность есть, а промышленность нормально будет. Но это, правда, мы идем по пути власти. Авторитарной. Типа, знаете, такой. И к чему это приведет? Мы вот перейдем на этот уровень. Это еще минус 5 стабильности станет. Тут, видите, плюс 10 стабильности, а тут станет плюс 5 стабильности. Но обзор дальше. Старай, какие-то тут поменяли, похоже. Тут другое что-то было. Тут не обзор был. Тут что-то другое было. Ладно, наказать власти. Так, и что в керме? 85, нормально. Поскакали. Ну, конечно, снега такие. Не очень приятные места. И реки нету никакой, да? Она как-то с горячими источниками, наверное. 2, 2. Может, прямо на... По-моему, на серебре нельзя поставить будет. Да, на серебре нельзя. Наверное, вот сюда стоит... Сюда поставлю. Так, три хода. Аванпост строится. В Ашуре хлев. В керме промышленная зона. В Аварисе хлев. Так, надо торговлю посмотреть. Харапцы. Майя стали. Анна, я думаю, что мне тоже надо уже переходить в следующую эпоху. О, пустыня Данакиля обнаружена. Вот это, кстати, чудо. Настолько жарко, что можно умереть. Зато на этих камнях можно приготовить яичницу. Ладно. Прирост населения в керме. Ну, надо сейчас время развития, в общем-то. Так, промышленная зона готова. Может, что-нибудь еще на производство построить. Мастерская каменотеса. Ну, вот, видите, вот вопрос, опять же, непонятно, сколько это даст. Сидеть, высчитывать. Кузница. Но у меня только одна медь. За каждое соседство с объектом. Ну, вот, кстати, чтобы было понятнее, какой у нас район, вот так можно включать. Видно, что два промышленных. Ммм, продовольственный рынок. Ну, общественный фонтан. Может быть, и можно общественный фонтан. Я бы, наверное, по-моему, не могу я пока корабли строить, да? Да, но тем более, что я их только открываю. Просто не знаю, смогу ли я их строить. А, тут два требуется. Для колесницы две меди. Что-то дорогой юнит. По-моему. Еще один обелиск к богам могу поставить. Может, все-таки Стоунхендж ставить, а, значит, обелиск к богам в Ашуре потом. Стоунхендж вообще где угодно можно. Ну, давайте вот здесь. Поехали чудо строить. Так, тут мы присоединили территорию. Ну, давайте продолжать. Давайте вот эту присоединять. Тут тоже какие-то ресы. Сколько это будет? 85 стоить. О, там, кстати, какая-то руинка. Надо будет сбегать, посмотреть. 5, 7, 4, 9. 5, 7, 4, 9. 4, 9. Ну, тут еда тоже важна, чтобы он рос как-то, ну. О, еще какой-то руинка можно пособирать. Так, я еще не могу фиолетовому... Во, могу. Блин, а сколько должна быть военная поддержка? Я думал, вот это... Странно, ладно. Непонятно, когда можно объявить просто... Я не хочу внезапно объявлять. Так, чем торговать? Все, о, краски появились. Так, а с зеленым? Мне кажется, это через два хода, типа, можно предлагать, чтобы он согласился. Ну, союз означает, что если зеленым объявят войну, то и мне объявят. Ну, или и наоборот. Кстати, мы тут все видим, что зеленый делает. Так, ну, давайте следующую культуру принимать. Аксумцы. На торговлю. Может тратить влияние на привлечение капитала... А, ну, это за влияние вы обрабатываете резы. Карфаген. Кельты. Может переманивать одно население из города или аванпоста каждой из территорий по соседству. Но возникает претензия тогда. Угу. Готы. Ну, воевать я сейчас вообще не собираюсь. Слишком далеко все. Может мне на культуру попытаться... Может тратить деньги, чтобы продвигать произведение патриотического искусства. Увеличивая влияние. Ну, то есть, я хочу больше территорий к городам добавить. Соответственно, мне нужно влияние, я думаю. Да, влияние. Давайте Маурья возьмем. Представьте, он просто изменяет стоимость на 10%. Тем более. Ступа и на влияние, и на веру. Еще и науку даст. И влияние за каждое соседство с объектом округ. Это что такое? Что за... Ну, она Маурья, короче. Оно следующим ходом как раз станет, я... О, ачивки. Звезда сельского хозяйства каким-то образом получил. Ни одно деяние не выполнил вообще. Мореплавание открыли. Так, ну я зато могу следующую начинать открывать. И... Так, водяная мельница. Промышленность плюс 2 на реке. Наверное, гидрологию надо. И пища на реке. Да, давайте так. Военные лагеря. Так, потом давайте в регулярную армию, чтобы железо открыть. Так, полк. Это мы тут аванпост поставили. Ну, наверное, надо продолжать ставить аванпосты. Вот тут поставлю. Это у нас свинца тут. А свинец что делает? Наука на... Группу ученых. То есть это у нас такой неплохой буст на науку будет, в принципе. Я, наверное, вот где-то здесь хочу. Потому что тут науки, видите, 7 будет. Еды, конечно, тут вообще нету. Наверное, вот сюда все-таки поставлю. О, железо есть. Кстати. Да, и шокинус новая способность. Мгновенно возвращает одну из территорий вашей империи в вашу сферу влияния. И повышает влияние на каждой из соседних территорий, уже находящихся в вашей сфере влияния. Если вы не распространяете на территорию господствующего влияния, после применения этого действия, она с высокой вероятностью начнет возвращаться к предыдущей культуре. Но это надо вот так смотреть. То есть... Например, я так понимаю... Маурия через 4. Это все наши. Мне кажется, я вообще нигде не могу пока это применить. Интересно, а можно как-то потребовать стать вассалом их? Вот что интересно было бы... Так, что-нибудь с торговлей медь. Давайте медь купим. А с зеленым... Ничего. Так, ну, наверное, вот эту территорию надо занять. Причем где-нибудь на реке. Причем где-нибудь на реке. Причем где-нибудь на реке. Тут, кстати, будет очень тяжело атаковать. А, не хватает влияния следующим ходом, да? Ну, давайте вот сюда встану и где-то здесь поставлю, потому что вот тут ему тяжело будет зайти. В принципе. Так, Стоунхендж. Опять же, кто не в курсе, то чудеса можно всеми городами стоить. Я могу присоединить к этому чуду, чтобы все строили. Но я не хочу. Я хочу в Ашуре священное место начать. Чтобы религия распространялась сильнее. Так, я хочу узнать, могу ли я в Керме лодку построить без порта сейчас. Нет, не могу. Ведь и гавань нужна. Все-таки гавань нужна сначала. Так, ну, в общем-то, осталась вот территория, не захвачена. Здесь ставим. Игра предлагает тут, но не очень стратегически выгодно. 6, 15. 6, 16. Ну, давайте здесь. 9, 12. И расти будет, и подобраться тяжело. Так, как бы нам с этими ребятами. Видите, на них влияет кто-то неизвестный. Очень сильно. И, скорее всего, к нему присоединяются. Так что нам поздно. Поздно к ним. На них влиять, мне кажется. Так, сколько стоит присоединять территории теперь? 387. А было 430, если помните. Ну, все равно что-то дофига. Еще мне надо эти ступы строить, несомненно. Ну, да, сюда поставлю. Так. Давайте в керме пока отложим Stonehenge. Ух ты, 10 науки. А там соседство за... За использование клеток. Подождите, за что мне тут... Так много. Тут она просто дает 3 науки, правильно? Почему здесь будет 10? 7 за использование клеток. Ну, тут нету каких-то клеток на науку. Влияние за каждое... Тут только влияние увеличивается. Не понимаю, почему мне тут 10 дается. То есть, по идее, за использование клеток... Это как что-то вокруг нее добавляет науку. Но тут нету ничего подобного. Хм. Ну, напишите в комментариях, ребят. Не понимаю, откуда у меня здесь еще 7 науки идет. Честно говоря. Минус 2, потому что я как раз ставлю на той клетке, где 2 производства. Я убираю это производство отсюда. То есть, видите, вот здесь, например, не дается никаких плюс 7. Почему тут плюс 7 науки? Ну, вон, видно это за правую клетку. Возможно, из-за ресурса. Знаете, что я думаю? Наверное, это вот ресурс как бы дает. Видите, тут тоже 7 науки. То есть, так как рядом стратегический ресурс, то он добавляет какую-то... Ну, ладно. В общем, ставим пока так. Начинаем ступ устроить. И в аварисе тоже давайте после хлева. Кстати, к аварису можно территории присоединять. Наверное, сюда. Нет, сюда добавлю. К аварису-то дешевле будет. Я вот сейчас вот эту территорию колонизирую и подумаю о том, чтобы ее к аварису присоединить. Египтяне не поменяли свою культуру. Культура Майя изменила к отношению к нам. Доброжелательность. Отлично. А торговля началась. Гуны дают доступ к нашему... А, это зеленые стали гуннами. Так, вот теперь можно... Освобождается от сбора... За доступ к ресурсам этой империи. Ну, это за торговлю имеется. Давайте, слушай, культурный обмен предложим. Да, блин. Нифига себе, ты злой. Давай пакт о ненападении предложим, раздум... Дружелюбность. Отлично. И... Краски. Еще и фига у него красок. Что нам краски дают? Плюс 25. То есть у нас плюс 125 промышленности, что ли, чисто от красок. Блин, как это работает, интересно. Не, подождите, не 120... И опять, сам, видите, рассказывал вам о том, что это уже все вместе. Это просто 25 промышленности. Просто 25. За все 5. То есть одна краска, это 5 промышленности. Ну, вон, плюс 27 промышленности, источник драгоценные ресурсы. Вот это 25 идет от краски, и еще 2 еще от чего-то. И в каждом городе так. Так что это важно торговать, видите? А, не, нифига, тут нету. А в аварисе? А тут есть плюс 26 от драгоценных ресурсов. Подождите. А почему в керме? Странно. Что-то непонятно. В аварисе и в ашуре есть, а в керме нет. Смотрите, а улучшить эффект, даже если я покупаю этот ресурс, он влияет. То есть я думал, если вы только имеете этот ресурс, но даже за покупку, то есть я смогу... У меня есть 4 ресурса краски, и я смогу плюс 25% промышленности активировать после открытия меценатства. Кстати, а где у нас меценатство вообще? Меценатство. О, ну это аж в четвертой эпохе только. Ладно. Меня еще спрашивали про шпионаж, но я, честно говоря, именно шпион, вообще ничего нет. У меня говорили, что какой-то эффект у каких-то юнитов будет в последней эпохе, но я смотреть сейчас не буду, не могу вам показывать. Прямо, скажем, пока до 16 августа. Так, подождите, а где тут было... Я что-то мог собрать какую-то... Эту... Блин, а что так... Какой-то мог собрать... Да блин, почему у меня так ходит юнит? Я ж на реке стою. Почему он вот так вот в обход тут же... По-моему, тут можно спуститься, нет? А, нет, тут нельзя спуститься. Все, все понял. Ладно, пошли туда в сторону глянем. Откроем уже... Границы. Дальше. Тут я хотел поставить... Блин, зеленый успел поставить аванпост. А, тогда надо здесь ставить аванпост. Где-нибудь. Надо занимать все территории, оставшиеся между мной и черным. В общем, для этого и брал культурную культуру. Извините за тавтологию. 10-9. Ну, наверное, здесь 10-9. Чтоб поровну было и... Еды и производство. Вот это надо занять еще. Молдавяну? Что такое? Что за молдавяну? Так, давайте вот эту присоединим территорию к аварису. Или, может, сначала ресы обработаем за культуру. Или, может, еще покопим культуру, чтобы вот эти территории еще присоединить. Я думаю... Новый независимый народ. Кто они такие? Время покажет, будут ли они полезны, беспомощны или канут в лето. И так какой-то опять независимый народ встретил. Ты у вас что-то сказать? Ну, блин, может, уже внезапно... Нет, тогда, мне кажется, дружелюбность пропадет с другими... нациями. Блин, это будет четвертый город, не очень... Кстати, не очень в тему, но там, по-моему, еще какие-то острова есть. Я просто не вижу, чтобы ему тут... Хотя, с другой стороны, а что не очень в тему? Может, и нормально? Ну, вот тут, видите, моя религия нормально так влияет. Вы поднимаетесь по лестнице известности, приумножая славу своей империи. Так, открытые границы предлагает, чувак. Ну, мая. В принципе, давайте. Шалфей. Плюс пища. Так, отлично. У зеленого. Свинец появился. Ну, все равно купим. Он сейчас мне пока не очень нужен, но, тем не менее. Мы территории контролируем. Так, сколько стоит? 80. Ну, я бы, наверное, все-таки этот сначала ставил. Тут аванпост, а потом уже там, блин, на реке хочется, правда. Но на реке он только слишком... Вот тут где-то надо. 13, 6... Давайте вот сюда. Или сюда, блин. 13... Давайте сюда лучше. Я надеюсь, что союз у нас продлится долго. Правда, он сейчас что-то быковать начал зеленый. Не знаю, почему. Их военная поддержка больше вашей. А видите, как у меня снижено вообще желание воевать? Или наоборот повышено, не пойму. Но это союз? А, я понял, зачем таймер. То есть, после таймера, это бесплатное предложение. Пока идет таймер, оно стоит какого-то влияния вот этого. Видите? А вот это я вообще не могу пока. Хотя нет, могу. Что он тогда с серым? Хм. А что, с серым-то отмечено не совсем понятно. Так, исследую территории просто здесь. Видите, там какие-то острова еще есть. Производственный район. Интересно, сколько я добавлю производства этим районам. 98 в Ашшуре. Останет 116. Ну... Водяная мельница и искусственный рейтинг. К производству и к пище от реки. Обрещены в лешаизм. Аварис. Растет. Ну, в общем-то, важно еще, наверное... Вот эту территорию присоединить. Получается. И у меня еще неприсоединенное где-то внутри. Вот то ли это, то ли это. Нет. Это, по-моему, присоединено. Вот это не присоединено, да. Вот эту еще надо будет присоединить. Просто... Хотя у меня открытые границы. Может кто-нибудь и влезет туда, в центр потом. Или эту я хочу присоединить. Потом эту. Вообще все хочу присоединить. Что-то... Пока у нас такие дружественные отношения, явно мы воевать не будем. Так, только не хватает влияния. Пока мы постоим. Пропущу ход. Так, оно и видится. Так я не могу войну до сих пор нормально объявить. Вот где бы было написано, какая мне нужна военная поддержка для объявления? 100, что ли? Я просто внезапную не хочу. Потому что, ну, смысл... У меня сюда претензия. А, он мне тут требовал что-то... А, это он... Понял. Это он может потребовать, но не требует. А, ну, давайте объединим с этими. Так, ступа. Тут Стоунхендж продолжил строиться. Тут ступа. А где у нас увеличение количества городов? Какой у меня штраф? Все еще... Ну, вообще 10, конечно, это такой... Так себе штраф. Прямо скажем. Тут, во-первых, где-то... Вот, лимит городов философии увеличивается, да? Не знаю, давайте, наверное, фортификацию откроем. Это более продвинутые юниты в городах. Потом философию. Вот как-то так. Сделаем. Что вообще у нас по игре? Я так-то... А, на втором месте я. Но Майя так на тысячу очков впереди. Вообще-то. В лишаизм обратились. Просто я хочу еще захватывать территорию для того, чтобы моя религия влияла на вот эти все соседние. Посмотрим, насколько это круто. Еще и священное место надо построить. Ну, в Ашшуре. Давайте в Ашшуре после принятия лишаизма. Ой, после постройки ступы. Куда-нибудь сюда поставим. Так, регулярная армия для того, чтобы можно было железо обрабатывать и потом апнуться в мечников. Так, ну что, где здесь? Игра предлагает прямо тут и стать. Ну, тут хорошая на реке. Тут неплохие бонусы будут, так я сюда и ставлю реально. Куча аванпостов. Большая империя. Ну, видите, полностью закрашено только то, что присоединено к городу. Вот эти аванпосты как бы не считаются. К нам присоединенные еще. Это как бы просто... Ну, грубо говоря, мы забили это. Эта территория за нами. Но соперники ж могут и не согласиться. Джоу стали кельтами. Ясно. Еще обратились в нашу религию. Гуны изменили ко мне отношения. Родственные чувства. Окей. Ну так давай. Ладно, следующим ходом. Следующим ходом попробуем. Что-нибудь предложить. И ты здесь, потому что... О, самоцветы. Ну, самоцветы у нас тоже есть, в принципе. Мы их еще не обработали. Что они дают? Деньги от торгового квартала. Ну, тем не менее, давайте возьмем. Те краски круче, конечно. Краски точно купим. И железо давайте купим. Железо, правда, пока никак не действует на нас. Но я считаю, что надо все покупать. Все ресы, которые есть, надо брать. Так, пески времени. Недавно, путешествуя по древним пустынным землям на задворках империи, вы наткнулись на любопытное зрелище. Среди песков смотрели в небо обломки двух огромных ног, а на земле перед ними лежала разбитая каменная голова. На пьедестале древнего извояния были высечены слова «Воззри на плоды моего величия и преисполнись отчаяния». Больше от памятника не сохранилось ничего. Эта сцена и по сей день не выходит у вас из головы. Строитель той великой цивилизации навеки забыт, и все его достижения остались в прошлом. Не сохранилось даже его имени. Сегодня вы на вершине власти, как величайший правитель мира, но вспомнят ли о вас через сто лет? Через тысячу? Миллион? Как же бессмертие? Сейчас в World World бы сейчас началась амбиция построить чудо, но в Humankind просто что-то другое. Так, обратиться к народу, владитесь и размножайтесь, ибо через наш народ я обреду бессмертие. Пища плюс пять. Творить. Самые одаренные поэты и писатели драматурги и прочее напишут тысячи историй. Патриотизм. На создание отрядов меньше. Наконец, молиться. Накладывают статус фанатизм на три цели. Плюс пятьдесят процентов кверы. Да, давайте, наверное... Религиозный округ изменяет стоимость промышленности. Вот это непонятно, что делает, но давайте попробуем молиться. Походу... Ой, мировое... Я завершил чудо. Е-е-е. Стоунхендж. Так, походу, у нас меньше производства стало. Нет, вроде. Так, принудительный труд тут и так был. Фанатизм. Плюс пятьдесят квере, но во всем остальном что-то не очень понятно. Что там было минус пятьдесят к прорыву. Ну да, короче, тут есть, конечно, такие мелкие непонятные штуки. Не все объяснено. Волд ворлд, конечно, было попонятнее во многом. Кстати, может присоединиться к строительству святыни в Аварисе. Так, давайте район присоединим. Причем, я вот думаю, Субру или... А, Субру я не могу, я только Касшуру могу. Вот давайте Морию присоединю. Там побольше. И вот это обработаем медь. Для начала. А через ход и железо появится. Но я думаю, что это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Не забывайте, пожалуйста, делать клипы, кидать ссылки в комментарии. Я потом мини-видео всего этого соберу. Продолжение завтра. А спонсоры могут поискать продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.